Новая дорога и, что называется, новые правила. Идеально ровное и гладкое покрытие дороги, которое ведет к Датсану в районе Шишковки. Казалось бы, не должно вызывать никаких нареканий, но это лишь на первый взгляд. На новой дороге есть настолько узкие участки, где, к примеру, две пожарные машины вряд ли смогут проехать. Ширина проезжей части, каждая, должна быть 3,50. Каждой полосы? Каждой полосы 3,50. Только на дорогах первой категории она должна быть 3,75, но у нас первой категории нигде нет. Дорога и ширина тротуара. Ширина тротуара 1,50. Чаще всего, это, знаете, нарушение происходит при разбивке территории, которая проходила там 20-30 лет назад. Тротуар проложен лишь по одной стороне улицы. Как будут подходить к своим домам соседи напротив, непонятно. А вот каким образом на этой дороге укладывали бордюры, остается только догадываться. Абсурдность ситуации очевидна, поскольку попасть в свой собственный гараж или двор жителям по улице Дзержинского, мягко говоря, проблематично. Виной всему недавно установленные бордюры, преодолеть которые под силу, пожалуй, только внедорожникам. Как вы в гараж заезжаете? Я в Баграде машину пока ставлю. А почему? Ну, я заехать в гараж не могу. То есть вы не можете в бордюры тут приехать или что? Ну, конечно, вот у меня гараж, вон заезд туда. Вот видите, как машины ставят. Вот здесь пока отсюда никто. Раньше мы вот здесь машины ставили, гаражи подъезжали. А сейчас, вот видите, это опасная ситуация здесь. Дети, вот я у меня ребенок, я у каждого дня со школы, страшно выходить здесь. Ноги можно переломать. Страшно не только ходить, но и ездить без разметки на дороге. Как оказалось, в нашем городе и таких участков хватает во всех районах города. Где-то она стерлась, а где-то ее и вовсе не было. Несмотря на то, что разметка должна наноситься два раза в год. В случае, если дорожная разметка не нанесена на дорожное покрытие на проезжую часть, она впрямую влияет на безопасность дорожного движения. Так как дорожная разметка информирует всех участников дорожного движения, либо несет информацию, либо предупреждает об опасном участке дороги. С начала текущего года в госавтоинспекции в адрес администрации города Улан-Удэ было выдано более 10 предписаний на устранение недостатков. В Комитете по строительству отсутствие разметки на дорогах объясняют просто. Не хватило финансирования. Впрочем, отсутствием денег в мэрии объясняют практически все проблемы. Остается надеяться на поддержку к юбилею города в 6 миллиардов рублей. Возможно, хоть малую часть этой гигантской суммы чиновники выделят на краску для дороги. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, Алексей Ионов. Первая альтернативная.